Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале Экзегет мы продолжаем чтение книги «Премудрости» Соломоновы, 8 глава. В предыдущей главе мы слышали гимн «Премудрости», она, присидящая престолу Божию, являющая себя достойным, освященным ради нее, ради ее приятия, составляет из них некий сон любимцев Божьих, на которых почивает слава его. И далее, говоря о своих личных отношениях с ней, повествует богодухновенный наставник. Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Через своих избранников она является в мир и устрояет на пользу многое, все, к чему не прикасается. «И я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее». Так самые яркие чувства юноши, которые бывают устремлены к его невесте, с изумлением ее красотой, с пленением ее совершенствами, употребил премудрый наставник на стяжание премудрости, именуя ее подлинной невестой своей. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Потому и избрана сия совершеннейшая невеста, что принадлежит она к высшему благородству, ибо находится в единении с Богом. И любовь к ней питает не только разумный Сын Человеческий, но и Сам Создатель. Она — таинница ума Божия и избирательница дел Его. Другими словами, без нее ничего Бог не делает. Все, что не делается, не просто все к лучшему, но вся премудростью сотворил Еси. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает, включая богатство? И богатство, и всякая красота земная являются следствием действия Божия той премудростью, найти которую и обрести при желании можешь и ты сам. Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? И если кто любит праведность, плоды ее суть — добродетели. Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. И так не только некое высокое устроение является следствием почивания и премудрости в сердце человека, но и все, что он не делает, все, к чему он не прикасается, все, в чем требуется уже не просто содержание премудрости, но ее употребление будет снабжено происходящими из нее качествами и целомудрием, и рассудительностью. И всякое дело будет почтено твое справедливостью, и мужество, когда понадобится, будет с тобою. Таким образом, добро обретения премудрости является неизменно в добродетелях. Так правильное человеческое устроение и становится причиной подлинно добрых дел его. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешения загадок, предузнает знамение чудеса и последствия лет и времен. Какого бы дара ты земного не захотел, какие бы совершенства умственные, какого бы опыта житейского не захотел ты быть исполненным, найди премудрость, и она тебя откроет. И правильное отношение к прошлому, и истинной пути в будущем, и в словах ты поймешь глубину и изящество, тонкость их, и не будет для тебя неразгаданных загадок, и знамения, и чудеса, и указания, касающиеся будущих лет и времен, все будет тебе доступно. «Посему я рассудил», подводит некий итог, наставник богомудрый, принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницей на доброе, и утешением в заботах и печали. Таким образом, созидание, в котором сама премудрость будет твоим верным спутником и управительницей, и неизбежной для человеческой жизни претерпевания скорбей и преодоления забот, все будет складываться, ладиться, спориться в жизни твоей, когда рассудишь ты вместе с любомудрым наставником принять премудрость в сожительство с собою. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношей. И так не понадобится тебе даже многолетие, чтобы войти в достойное сопребывание со славнейшими людьми народа твоего, ибо она сокращает и расстояние, и взросление, и этап. Как читали мы в первых страницах этой книги, время, возраст, старость и житие нескверны, и тот, кто прилежит премудрости и просвещается ею, оказывается законно в почести рядом со старейшинами. Окажусь прорицательным в суде и в глазах сильных заслужу удивление. Там, где между людьми есть смятение и недоумение о обстоятельствах таинственных и затруднительных, там будет для тебя некая очевидность, открытая не какой-то земной хитростью, но самим божественным всеведением. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои. Наше слово далеко не всегда пользуется вниманием, и отчасти потому, что не столь взвешено, не столь полезно и содержательно, как может быть в случае ее одухотворенности, премудростью. Но когда воистину твоей сожительницей премудрость станет, тогда твое молчание будет поводом к ожиданию слова, твое слово — поводом к молчанию, и продолжительность твоей речи к ненасытному ее усвоению. Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня. И так не только современные тебе люди будут пользоваться великими благами от света тебе присущего, от света нетленного и неугасающего, от света премудрости, но будет этот свет и последующим поколением светить. И здесь мы не можем не вспомнить образ святых земли нашей, которые, некогда явив и себя исполненными божественной премудрости по смирению, по смирению своему, по совершенной преданности воле Божьей, понесению креста Христова не только для своих современников, но и для многих последующих поколений явились светом, просвещающим путь, наставляющим к истине и всех, кто пожелает к ней прийти. Я буду управлять народами и племена покоряться мне, убояться меня, когда услышат обо мне страшные тираны, а в народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Это уже нечто труднопостижимое уму человеческому. Сила премудрости оказывается способна не только облагодетельствовать ближних и свой народ, в котором явится праведник, но и устрашить тех тиранов, которые с войною и разрушениями, которые без справедливости и в злобе своей готовы сокрушить своим могуществом земным твердыни народа твоего. племена покоряться, убояться, тогда как только слух о той глубине святости дойдет до них. Знаем, что нечто подобное совершилось и даже тогда, когда в народе оставалась вера Христова лишь в глубинах сердечных, а в многочисленных землях Отечества нашего гналась, была запрещена, но и тогда враг, пришедший на землю русскую духом этой сокровенной, глубинной, хранимой в народе премудрости, был устрашен и изгнан. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, не в сожитии с нею скорби, но в веселье и радость, что именуется домом своим как не клеть сердечная. При всех внешних великих совершениях внутри, в доме сердца твоего сохраняет премудрость для тебя великое утешение, мир и радость, спокойствие и благоустроение. Размышляя о всем сам в себе, и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертия, и в дружестве с нею благое наслаждение, и в трудах рук ее богатство неоскудивающее, и в собеседовании с нею разум, и в общении слов ее доброй славы, я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. надлежит и каждому человеку не укрыть от ума и от сердца своего те влага, которые простираются и на временную жизнь, мы слышим и на вечную, и действительное усердие свое положить на приобретение ее для себя. Я был отрок даровитый и душу получил добрую, притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Мы уже говорили о нечистоте, в котором родимя Матя Моя, о чем сознавал пророк, о чем призывал и нас не забывать, и царей земных помнить, но, однако, вслед за доброй душой он обретает чистым и свое тело. Оно подчиняется разумной наезднице своей душе и тогда бережет себя от скверн земных для того, чтобы сделать душу удобоприемлемой для принятия божественной премудрости. Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать, чей этот дар, я обратился к Господу и молился ему и говорил от всего сердца моего. Правильное понятие о предмете, кроме устроения себя в достойный сосуд для Божьей благодати, однако приучает и к тому, что не от человеческих усилий, но от божественной милости может кануть луч небесной в сердце человека по тому делам жизни своей положил премудрой и непрестанную молитву ко Господу ради стяжания премудрости для себя. Продолжение следует...